Всем привет! Это вступление к видео записываю специально для моих подписчиков на YouTube-канале, для тех, кто, возможно, не так хорошо еще пока меня знает. Во-первых, чтобы познакомиться с вами лицом и поближе. В своем блоге я периодически размещаю отрывки с уроков с моими учениками. Дальше хочу поделиться уроком с моей новенькой ученицей. Ее зовут Вероника. Она пришла ко мне совсем недавно. Имеет начальный опыт игры на фортепиано, но уже хочет играть вальс Шопена. Дальше сыграю небольшой отрывочек из этого вальса, чтобы ввести вас в контекст. Итак, сыграю небольшой отрывок из вальса Шопена, который мы взяли в работу, чтобы ввести вас в курс дела. У нас с Вероникой это первое занятие по вальсу Шопена. Она немножечко разучила нотный текст. И я сразу же на первых занятиях буду обращать внимание на такие вещи, как фраза, мотив и интонация. И как важно с самых первых уроков обращать внимание на интонирование, для того, чтобы музыка была невероятно интересная, красивая, и, как я это люблю говорить, ажурная. И дальше включаю отрывок непосредственно с нашего урока. Все уроки я записываю через скайп, поэтому, возможно, будет не такой замечательный звук, там нет у нас никаких приспособлений, наушников, микрофонов и так далее. Просто урок такой, какой он есть. Я надеюсь, что вам понравится такой формат, и буду ждать вашей обратной связи в комментариях. Каждую фразу мы разделяем на мотивы, более понятные разделы, более короткие. Мотив. Это как словосочетание. То есть это что-то уже покороче. Вот как раз-таки здесь у нас объединены лиги такие. Это наши мотивы, более короткие высказывания. Понятно? Но так как мы с вами всё-таки занимаемся музыкой профессионально, можно сказать, почти, мы смотрим ещё глубже. Если вот это у нас мотив, да, зелёненьким то, что выделено, ещё глубже, ещё более под микроскопом смотрим, это уже интонации. Интонации — это взаимосвязи между нотами. То есть какие-то отношения между двумя нотами, между тремя нотами условно. Я сейчас рандомно вообще рисую, это может быть конкретно не здесь. между, там, вот этими нотами. Это как будто бы слово. И слоги внутри слова. Например, то есть школу. Мы же делаем куда-то ударение. Или мама, папа. Вот это два слога. И интонация у нас между этими слогами. Это понятно? Да. И вот мы смотрим в наш мотив. Вот наши интонации. Чем больше мы проинтонируем, скажем так, уделим внимание более мелким интонациям, тем интереснее нас слушать. Вот представьте себе, например, платье с кружевом. Вот мы рисуем это кружево. И вот оно у нас вот такое резное, вот такое красивое, и вот такое, и вот такое, и вот такое. И когда мы приглядываемся к нему в целом, отдаляемся назад, кажется, вау. Красиво. И вот когда мы слушаем профессиональных пианистов, то есть это не просто... Вот мне нужно, чтобы вы внутри мотива проговорили интонации. Не просто вот так. С плосником. То есть не только зелёная линия, но и красная тоже желательно увидеть. Сюда, 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 сюда. Вы можете заметить, что я могу, например, проинтонировать более подробно. Всё сутрировано показываю. Сюда, сюда. А могу менее подробно, то есть сделать интонацию из четырёх нот, не из двух. То есть у меня есть отношения между додиас и ми и между ре и си. Додиас и ми идёт как будто бы на подъёме, как на крещендо, на расширении звука. А ре и си на спад, потому что это конец фразы. Можно так сыграть. Точнее нельзя, но кто-то может же так сыграть. И вот из этих мелочей состоит наше кружево. Кому-то, например, кто-то это чувствует интуитивно, но опять-таки, если этим не заниматься, максимум, что может почувствовать человек интуитивно, это сыграть конец мотива тише. Это логично очень. Но вот то, что происходит внутри, это не услышать интуитивно и пальцами не изобразить. Это только нарабатывается месяцами работы, годами. То есть этим, собственно, занимается профессиональный пианист. Чтобы это не звучало вот так. И так далее. Это вот как раз-таки игра вот такая. Никакого смысла. Можно пятнами такими, кластерами играть. А мне нужно...